Здравствуйте, мои дорогие, мои подписчики, гости моего канала. Спасибо, что заходите, смотрите мои видео. Тот, кто заходит из гостей, обязательно подписывайтесь на мой канал. Я вам буду рассказывать то, что умею сама. Конечно, я многому еще учусь, но то, что знаю, я вам расскажу. Вот, девочки, сегодня у нас речь пойдет о кипарисовике Элвуде. Все знают, что такие кипарисовики, елочки, коники продают у нас перед Новым Годом. Вот такой кипарисовик Элвуде я купила в Дикси. У нас Дикси, недалеко от дома, за 134 рубля. Он был в маленьком горшочке, совсем весь сухой-сухой. Вот, но мне так жалко его стало, такой он пушистенький был и решила купить. Хотя в том году у меня был неудачный опыт с кипарисовиком Элвуде. Я тоже покупала, но, к сожалению, он у меня весь пожелтел, засох, и ничего хорошего с ним не получилось. Но на своем опыте я поняла, почему так произошло. Вот этот кипарисовик я купила 20 декабря. Сейчас у нас уже 18 января. Всех с наступающим крещением Христова, с Господним крещением вас всех, девочки. Счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего. И вот купила, вот про что хотела сказать, купила. И поняла, почему в том году у меня был неудачный опыт. И на своем опыте я это поняла. Теперь я могу рассказать, как ухаживать за кипарисовиком Элвуде, за елочкой-коникой. Как только я его купила в декабре месяце, я его тут же достала из этого горшочка маленького. Там был сухой ком торфа. А как вы знаете, что если торф пересыхает, то потом лей, не лей воду туда, он пропускает мимо, а крышки у нас остаются все равно сухими, потому что торф, его очень трудно потом размочить. Торф ни в коем случае пересушивать нельзя. Я очистила его от этого торфа аккуратно, чтобы не повредить корешки. Пересадила вот в такой горшочек. Это горшочек маленький. Вот, если вот так подальше отодвинуться, можно посмотреть. Это маленький горшочек. Я взяла чуть больше, ну вот настолько, наверное, вот настолько чуть-чуть. Объем больше, чем тот горшочек. На чуть-чуть. Насыпала землю, никакую специальную землю я не покупала для хвойников. Ну, точнее, я искала по магазинам специальную землю для хвойных растений. Такая земля действительно есть. Но у нас ни в Обе, ни в Леруа такой земли нет. Я спросила даже у продавца. Но почему-то девушка молоденькая мне ответила, что про такую землю слышит первый раз. Хотя она на самом деле есть. Но мне не повезло. Я купила обычную землю для растений, пересадила его в новую землю. И пересаживать, девчули, надо хвойные растения именно на такой величине, на которой они были в предыдущем горшке. Шейку у них заглублять нельзя. Вот, то бишь, как он рос в предыдущем горшочке, так мы его и высаживаем. И больше земельку сюда не подсыпаем наверх. Вот, я его пересадила. И почему же у меня был неудачный опыт? Главное, девочки, вот эти кипарисовики, элвуде и елочки-коники. Их самое главное опрыскивать. Вот каждый раз я вот из такого пульверизатора вот так опрыскиваю. Вот здесь я специально вам хотела показать. Мне очень хорошо видно. Я сейчас покажу. Вы не обращайте на стены, конечно. Видите, у нас ремонт. Мы задумали ремонт с мужем. Чтобы до весны успеть сделать. И на кухне вот так все ободрали. Так что на стены прошу не обращать внимания. Вот. Вот так я его подсушила. Чуть-чуть специально для того, чтобы показать. У нас в квартирах и в домах зимой очень сухой воздух. И тогда, когда мы, если подсушим, вот как в том году я подсушила тоже кипарисовик, так делать нельзя. Нужно, чтобы вот эта земелька у него всегда была влажная. Но не лейте так, чтобы вода стояла в поддоне. Если попала в поддон, то из поддона ее обязательно выливайте. И в горшочек я насыпала где-то вот, наверное, вот до такого размера. Я насыпала керамзит. Я не нашла мелкий керамзит. Пришлось мне купить вот такой крупный. Но если кто найдет мелкий, можете мелкий. Даже лучше еще мелкий. Насыпала дренаж. Обязательно, чтобы водичка стекала, чтобы у нас корни не загнивали. И вот так земельку, именно не из лейки, а из поливизатора, каждый день я опрыскиваю. Если вы это будете делать не каждый день, то можно из леечки поливать. Но из поддона водичку выливайте. Где-то раз в три дня, если из леечки. А я из поливизатора каждый день вот так опрыскиваю земельку, чтобы она постоянно была влажная. И кипарисики, елочки, коники не любят сухой воздух. И поэтому пока они у нас в квартире, надо его вот так опрыскивать каждый день, чтобы он не терял влагу. Из-за того, что сухой воздух, все хвойные растения начинают терять влагу. Из-за этого у них сохнут вот здесь иголочки ихние. И поэтому они начинают все становиться ржавого цвета, некрасивые, начинают сохнуть. Видите, какой он зеленый? Уже прошел месяц. И вот ни одной иголочки, ни одной хвоиночки у него не пожелтело. Вот так он весь зелененький и уже начинает давать вот такой новенький прирост. Но пока я не подкармливаю свой кипарисовик. Хотя я купила удобрение для хвойных растений. Я вам покажу обязательно, как начну его подкармливать. Пока я его не подкармливаю. Почему? Потому что все-таки у нас сейчас январь месяц еще. И не нужно, потому что он сразу даст прирост. Я его где-то начну подкармливать в марте, даже, наверное, в апреле. И потом я его хочу высадить в грунт. Но вот эти кипарисовики, элвуди, он очень долго растет в рост. Очень долго. Поэтому их можно держать, девочки, как и комнатное растение. Он очень долго у вас будет расти. И он спокойно может произрастать и в квартире. Поэтому часто их заводят, как квартирные растения. Главное, чтобы поддерживать всегда влагу. И лучше, конечно, у кого есть, поставить на северное окно. Чтобы от солнышка в марте месяце у него не сохло вот это. Иголочки не сохли. А у кого нет, вот как у меня, у меня все южные окна, они выходят на юг. У меня очень солнечно. И поэтому я вот, смотрите, не знаю, солнышко сегодня. У меня вот так на окне вот такая пленочка. Обычно такую пленочку на двери, вот на окна. Я не знаю, как она правильно называется, вот такого матового цвета. И я ставлю вот сюда кипарисовик. И вот эта пленка от солнышка притеняет его. И солнышко не попадает. Вот. Но, конечно, солнышко ему нужно будет. Но так, чтобы рассеянно притенять его, все равно нужно. В принципе, вот и все. Главное для этого растения опрыскивание. Желательно каждый день, чтобы он не отдавал влагу. Полив, чтобы земелька всегда была влажная. И желательно поставить на северное окно. У кого нет, на восточное, на западное. Но чем-нибудь притяните, чтобы ему был свет яркий, но не прямые солнечные лучи. И, конечно, сразу пересадить и сделать дренаж. Вот, в принципе, и весь уход. Я надеюсь, что он у меня доживет до весны. Потому что я его хочу высадить в свой сад, который у меня только развивается, растет. За которым вы наблюдаете. И будем наблюдать, конечно, как я буду его высаживать, как он будет развиваться, расти дальше. В принципе, вот и весь уход. О чем я хотела сказать. Вот на своем опыте я поняла, почему мне не удалось сохранить в том году кипарисовик элвуди и елочку конику. В этом году я обязательно куплю себе тоже елочку конику, но немножко побольше, конечно. Маленькую я покупать больше не буду, потому что, как и кипарисовик элвуди, так же елочка коника очень долго растут. Я куплю ее побольше. И постараюсь, конечно, съездить в питомник. У нас есть в Тульской области питомник Кутепова. Вот хочу я съездить туда. Ну все, мои дорогие. Кому понравилось мое видео, ставим пальчик вверх. Подписываемся на мой канал. Я буду очень рада всем моим новым подписчикам. Всех обнимаю, люблю. И всех с праздником. С Крещением Господним. Всем удачи и счастья. С вами была ваша Оля. Всем пока-пока.